Ну что переживаешь? Откуда вы такие красавицы? Из Квакшина мы. Ой, ну будет и в Квакшину у вас праздник. Добрый вечер! Я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Добрый вечер, девочки. У нас сегодня в гостях Квакшинка. Только не подумай, что лягушка настоящая царевна. А бороться за нее пришли сварщик из Гатчины Максим, краснодарский бизнесмен Николай и инженер из Клина Сергей. Но сначала давайте невесту поприветствуем. Здравствуйте. Я приехала к вам в Стрельской области, чтобы встретить свою любовь. Надеюсь, вы мне об этом поможете. Екатерина, 31 год. Первый супруг начал пить сразу после рождения ребенка. Второй купил автомобиль за счет Екатерины и уехал на нем к бывшей жене. Екатерина – кассир в магазине смешанных товаров. Смотрит комедии, слушает популярную музыку, мечтает научиться танцевать латиноамериканские танцы. Признается, что обожает сладкое и любит отдыхать на Черном море. Екатерина пока не планирует обзаводиться вторым ребенком и не готова жить под одной крышей с родственниками будущего мужа. Выйдет замуж за доброго, честного и ответственного мужчину, который найдет общий язык с ее дочерью. Я сама из российской глубинки, я знаю, что пьют там по-черному все и мужики, и бабы. У вас, наверное, та же самая история, да? Да. И женщины тоже? Ну, и да, попадаются, и женщины тоже пьют. Катюш, а вот первый муж, знали, что он слаб до рюмочки? Ну, сначала я была очень молодая и не замечала. Сколько лет было? 18 мне было. Первый супруг начал сразу после рождения ребенка пить, а ты вообще не пью. Я не пью, да. Идеально. Вредных привычек нет. Родная, вам было 17 лет, но позже никто не знакомится, и в 18 выходят замуж в провинции все. В 21 ты уже старая дева, никому не нужна, потому что произрастают молодняк, и они в быталке будут. А женихов и так мало, правильно? Ну да. Любила сильно? Сейчас могу сказать, что, мне кажется, нет, не сильно любила. А что это было? Может, грубое русское слово «залет»? Нет, нет. Да нет, еще о чем было? У нас ребенок был планированный, просто то, что человек был старше меня, он мне сразу показал, какая жизнь. Вот привел в дом. Со сватом. Расскаживал за мной, там вот кормил, как бы вот это все, вот к быту он меня приучил, он научил готовить, вот это вот все. Он старше на 10 лет меня. Сразу деньги мне в кошелек дал, вот это твои деньги, моя зарплата, это твои деньги. Скажи, пожалуйста, а что потом произошло после родов? Ну вот давай так честно. А потом вот мы запланировали ребенка. Халат, калоши, фуфайка, вышел на огород, семечки полузгла с соседкой, посплетничала. А мужчина начинает смотреть на других прихорошеньких, которые ходят в магазины на шпильках и в мини-юбках, все в люрексе, все на помажные в 10 часов утра. Да? Да. Честно, вот такое произошло? Ну да, да. Раньше такой был журнал во времена молодости, моя мама, я была маленькая, работница и крестьянка, где там писали, дорогая редакция, что мне делать? Я, Люся, вышла замуж, через год родила ребенка, и муж ко мне изменился. И пишут, сними бигуди, халат, приоденься, приготовь для него праздничный ужин, не переставая быть для него желанной. Ты бы переехал в Квакшаро? Подумал бы. Может быть, бы я и переехал бы. Ну вообще я всегда ухаживала за собой, просто муж был очень редко дома. А где он? А он в дальнобойщик был. Как же мечта? Глухонемой капитан Данил Квакшаро. Да какой же? Это не правда. Катя любила его, а там, наверное, на трассе стоят молодые, доступные. Он приезжал там на один день, на два, и все, как бы и обратно уезжал. Мне даже особо некогда было там. Ребенок болел, вот эти проблемы все начались, и он начал как бы меньше дома бывать, больше там гулять на стороне. Ну конечно, там же ребенок не плачет, ничего не просит. И как узнали об первых его звонках? Ну по телефонным звонкам, ну и почувствовала. Чувствует женщина-то мне кажется. Например, в рейс, да, оставлял там определенную сумму. А сам задерживалась на две, на три недели. Правильно, там же для девушек-то нужны какие-то траты. Потом ребенок маленький, я сижу дома, деньги заканчиваются, и приходилось даже там мне... Все, развелась, пошла работать в магазин, да? Да, я стала ночью работать, стала уже меньше от него зависеть, то что я могу как бы это... Ребенка остать бабушкой, сама работать. А зачем нужно было вот этого бомжеватого, покоцанного вида, мужичок, которого потом пригрела, отмыла? Ну как... Одиночество достало? Ну вообще, конечно, тяжело без мужчины. А знала его там с детства, с юности или приезжей? Нет, я его не знала, но он просто меня расположил, так он ходил за мной, мы очень много общались. Он сначала как человек просто меня привлек, то, что нам было интересно. Тоже старше, да? Да, он старше тоже, получается, почти на 10 лет. Рассказал, что разведенный? Он сказал, что нет, он не сказал сначала, что он разведенный, просто он сказал, что у них все плохо в семье. Что они практически уже давно живут как соседи. Ну и по нему видно было, вот он приходил на работу, ни обед, ничего с собой не приносил, ни ухоженный. А чем работал у вас? Охранником. Ясно, и пожалела. Ну и мы стали общаться, просто я привязалась к нему, потом когда он предложил там, ну как-то встречаться, лежить, я сказала, я с женатым, ну как бы не буду встречаться. Он быстренько развелся, буквально там за месяц, он подал заявление, они развелись. Ну и что мы делаем? Женщины с несчастными мужчинами приодели, отмыли, накормили, а потом начинаем повышать им самооценку. И говорим, ты не бомж, конечно. Конечно. А вот когда сядешь за руль, какой ты будешь красавец, и так ему лысинку сверху прикрываешь, тремя волосинками, говоришь, костюмчики, да за рулем. Я вам купила машину в кредит. Ну да, особенно то, что он меня обманывал. Если бы он мне говорил, что надо там ребенка отвезти, что-то как-то, я могу войти в положение, почему нет. А то, что за моей спиной он говорит, там поехал куда-то в другое место, там к бабушке еще куда-то, а сам с женой там и ребенка в деревню повез, вот это вот. Ну и конечно стало вот это недоверие. Вы все в этом отношения? А? Да, я стала, конечно, выяснять вот это, почему, как. Я его просила, чтобы он мне говорил, когда вот такое происходит. Он дальше все равно продолжал. Скажи, а его бывшая не нарисовалась вдруг? Да, она стала звонить, конечно. Конечно, когда она его увидела, ты такого чистенького, да за рулем сказала, ой, какая я глупая, мне такой нужен самой. Да? Конечно. Ну да, она прямо говорила, что он все достанется только мне, все равно тебе ничего не достанется. Я говорю, ну мне ничего не надо, кроме него, как бы. И кто победил в этой схватке? Ну, конечно, она победила. Забрала его вместе с машиной и с пиджаками, с карманами. Да, да, совсем с этим. И ребенок сначала их к нам ездил очень хорошо, и он с моим ребенком общался хорошо, неделями даже у нас проводил, как ее бывшим мужем. А вы еще и ребеночка тоже кормили. Ну а как же? Да, он летом... Ты не такая, опять же, с вопросом. Все, мы не такие разные. Она вот летом пойдет гулять, не возвращается домой день-два, ребенок у нас день-два-три, вот. А потом ребенок вдруг перестал вообще к нам ездить, он стал просто плакать, я не поеду туда, и все. Ну понятно, непонятно почему. Она поняла, что я нашла общий язык с ребенком, она поняла, видимо, это, что расположила я его к себе, он хочет к нам ехать, с моим ребенком общаться. Нет, она включила программу уже, возврате бывшего своего. Ну, наверное, да. Видишь, она не избалована богатенькими там мальчиками, совершенно спокойно, видимо, охранник был. Кредит-то выплатила? Да. Вот дура, да? Скажи, а почему вот прямо у меня чешется? Роза не задает этот вопрос, видать знает ответ. Но почему не забрала машину? Почему? Ведь его там 10 тысяч... Она эту ручку переписала, представляешь, на него? Ну да, я ее переписала на него, а потом на следующий день он ушел. А знаешь, я ведь знаю почему-то. Переписала и на следующий день ушел. Чтобы любил, чтобы думал, что я хорошая. А у меня, знаешь, как было? Машину тоже дала, как говорится, покупала под себя. И уехала вот так же, уехала, правда я не переписала. Я по всей Москве искала, хорошо, ключи были. Нашла по сигнализации, села и уехала. Девушка очень, на мой взгляд, открытая и может к себе расположить своей вот этой открытостью. Вы типичная русская, которую не сломит никто никогда, не нагнет, не сломит. Я, например, восторгаюсь, потому что ни в одной точке земного шара таких женщин нет. Вы красавица реальная просто. Ничего для этого не делаете. Вот в Голливуде с такими лицами, как у вас, это перекроенный нос, овал лица, перекрашенные волосы, фигуры и так далее. А вы сами по себе такие. Главное, что у нас еще работают. Еще и работать на трех работах ломается. Еще и ребенка воспитывает. И чужие мужикам помогают. Давайте так, 31 год. Закончили уже вот эту благотворительность заниматься. Конечно, да. Теперь что? Теперь нужен такой мужчина, который будет любить вас. Будет любить и оценит. Правда? Да, хочется поддержки. Хорошо, потому что уже свое, вот как Роза, уже съела, выхлебала, уже никому ничего не должна. А мощные не нужны? Нет. Все. Никому ничего не должна. Мне девушка очень понравилась, очень красиво выглядит. Надеюсь, что я соответствую ее идеалу. А вот что такое магазин смешанных товаров? Ну там продукты и пронтовары. Ну, сельпо, где все, и хлеб, и памперсы детские. Ну, я работаю как бы не у себя там, в Твери работаю именно. А будете менять место жительства, то есть, Женька, а какого будем искать, московского, либо местного? Мне все равно, мне главное, чтобы человек был хороший. Ну, сколько девочки? 11 лет. 11 лет, она ходит в школу. В школу, да. Ну, с другой стороны, тоже, знаешь, за школу держаться. Если влюбиться, если все будет хорошо, если он нас убедит, есть смысл переезжать, правда? Как дочка учится. Учится хорошо. Ну, тогда тем более в новой школе освоится, никаких проблем не должно. А что у вас, дом, что там? Квартира. Одна комната, двухкомнатная? Двухкомнатная. Двухкомнатная. Ну, тоже можно будет сдавать, правильно? Потому что мало ли что, ну, не дай бог, конечно, он не срастется. Вот мой только совет, не сжигайте мосты. Не надо, вот как у нас были невесты. Я говорю, все продала, и машины, и квартиру, и все, что было. Поехала за ним, чтобы свадьбу сыграть. Дурость какая-то. Потом вернулась в никуда, называется. Нет, нет, надо. А вам все-таки какой нужен мужчина? Потому что у вас было две крайности. Один такой брутальный, сейчас так как модно говорить, такой альфа-самец. А другой такой вроде как ласковый, да? А вы сейчас какого хотите? Я хочу ласкового. Доброго, да. Правильно, потому что, знаете, как старинно говорили, ласковый мужчина, как блин с маслом, а сердитый мужчина, как хрен с квасом. Понимаешь? Поехала ласкового лучше. Какое счастье, что ты перестала рассказывать, что это бабушкино мудрость. Начитается к ней, потому что, бывало, моя бабушка... Моя бабушка Кладис. Да, 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 книжка называется «Умные советы». Вот права, права, Роза. Понимаешь, когда хороший мужчина, ласковый, добрый, приятный, любящий, и как-то нехватка денег не так остро чувствуется, а когда он еще ходит с кривым лицом, вечно недовольным, еще и денег нет, ну вот тогда беда. Ты подходишь ей на 100%. Ты добрый, ласковый, открытый, домашний. Василиса, что ждет нашу красавицу Екатерина? Екатерина – тот сложный случай. Женщин, кому надо бояться, меркантильных мужчин. Действительно боятся. Я первый раз за 6 лет это говорю, иногда в гороскопах это встречается, но ваша беда – будут мужчины слишком расчетливы и все время пытающиеся либо пожить за ваш счет, либо каким-то образом попользоваться. А почему, Вась, она же не кривая, не косая, не старая, чтобы кто-то, вот, Альфонс появился. Знаешь, вопрос, на самом деле, этот очень сложный, потому что женщины вот такого склада, как Катя, просто выбирают мужчин достаточно расчетливых. Это внутренний выбор, мы не можем изменить эту программу внутреннюю. И они же достаточно расчетливы оказываются вот такими меркантильными. Выбирайте того мужчину, который вам самой покажется, немножко занудным, пусть он будет суховатым. Он, наверное, должен быть ласковым, но он не должен быть действительно похож на блин с маслом, потому что вот от такого мужчины я бы как раз боялась в ваш адрес каких-то поползновений, и ожиданий пожить за ваш счет. Выбирайте человека рабочей специальности, достаточно простого. Нам не нужна феерия в виде предпринимательства. Это должен быть человек, который зарплату приносит день за днем. И вы уверены, что это пускай немного, но это точно то, что есть. То есть вам не нужен человек, который на свободных хлебах живет. И мужчина, ищите еще такого, чтобы сам мог что-то делать. То есть чтобы ремесленные навыки были. Катюша, и от меня совет. Ну не показывайте вы любимому первому встречному всю коленку. Ну какая-то заначка, какая-то ваша частная жизнь должна быть от него. И не балуйте. Хоть у вас дочка, на тебе ей откладывайте. Не всю коленку, хорошо? Понимаю. Через несколько минут наша невеста познакомится с первым женихом. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Екатерина. Встречайте первого жениха. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Катя. Меня Максим зовут. Очень приятно. Хотела бы с вами познакомиться. Приехал тогда еще? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Максим. 40 лет. Сварщик на производстве рельсов. Путешествует по России. Слушает русскую народную музыку и шансон. Мечтает открыть свое дело в области металлообработки. Гордится приобретением нового автомобиля. Спустя 4 года брака супруга Максима отказалась готовить и вести домашнее хозяйство. Надеется, что Екатерина его не разочарует. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогой Максим. Здравствуйте. И вы к нам со сладеньким. Видать, мы на экране стали выглядеть худее, чем вам нравится. А что, вот цветы носит и носит, как говорит. Что, цветы завяли и забыли. А тут поел удовольствие. Давай, Максимушка, я всем порежу. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотела бы вам это все подвести, пожалуйста. А вы пока... Ну, вы как-то не похожи, Максик, что вы сладенько это любите. Да, уж. Люблю. Сразу решил их расположить к себе сладким подарком. Максим, скажите, а вы свою жену-то проверяли на предмет хозяйства? Пригодна она не... Ну, она как бы не очень пригодна к этому. А когда вот женихались, ну, приглашали ее, или она, может быть, к себе? Знаете, как вот в девичью комнату зайдешь и иногда хочешь сказать, кто же на тебе женится? Ну, да. Ну, вы сколько долго с ней были? Вот мы где-то познакомились с ней в 2002 году. В 2005 разошлись. Как бы не сошлись с характерами, получается. Ну, не характерами, а потому что жена, она была плохая. Да. Вы кем работаете? Я работаю на железной дороге, на предпортовой в Питере. А она городская? Ну, она в коммунале, живет под Гатчиной. Я сам в Гатчине живу. Да, она учительница? Да, да. Ну, такая вся фига. Геология, химия, математику преподавания. Ну, конечно, ей не до этого. Проверка тетрадей? Да, да, да. Кино, театр. Супруга у Максима, конечно. Первое время, наверное, пыталась как-то показать себя домашней, но дальше не сложилось. Ну, она приезжала только на выходные, только поспать. А то спать? Готовить ничего не готовила. А зачем нужно было тогда жениться, если она вот такая вот фиф приезжает, заваливается и спит целый день? А вы же человек, вам же действительно надо как-то за мужчиной ухаживать. Она, может, была зажигательная в супружеском долге-то, а для этого силы не нужны. А ей тогда вот зачем нужно было за вас замуж? Я сам вообще люблю готовить, вот по идее. А, вот теперь вот давайте на этом и остановимся. Вы знаете, вот к нам приходит мужчина, говорю, важно ли для вас, чтобы жена хорошо готовила? Ой, не надо, я сам хорошо готовлю. Вот вы сначала так говорите, а потом удивляетесь, почему ваша женщина спит до обеда и завтраком никогда не кормит. Но она приезжала-то только по выходным. А почему вы с ней так договорились? А так ее там... Почему тогда? А где она была пять дней? Работала у себя в коммунале, да. Работала у себя, да. Ну тогда в выходные, а тогда вы сами... Тогда вы сами виноваты. Потому что нужно было обговорить, сказать, школы везде есть, давай как-то решать. Давай ты будешь переезжать поближе ко мне, я все-таки мужчина. А она не понимала, что если она за вами не будет ухаживать, то появится другая соседка? Да на него глянь, какая другая-то? Хорошо, Максим, а ребенка завели? Нет, не успели, нет. А вы говорили, хотели ребеночка за три года, почему ребеночка не родили? Да, говорили, потому что там вечно в наши отношения влезала мама ее. Ее? Да, по телефону. Вы ей не нравились? Ну можно было выйти на разговор и сказать, слушай, теща, женись сама на своей дочери или дай нам жить спокойно. Претензии какие были? Может, мало зарабатывал? Да нет, нормально. Ну в общем, вы считаете, что теща вас развела? Ясно. Ну вот у нас не городская фифа, не училка, вполне себе девушка все понимает, где живет, на земле, работящая. Только как вы будете? Вы откуда, с какой область? В Гатчине. В Гатчине, это в Ленинградской области. Красивее места не найти, это я вам говорю. А у вас что вообще? У вас такая квартира. Ну с мамой живу, с сестра у меня отдельно, так с мамой живу. В квартире? В доме или в квартире живет? В квартире, трехкомнатной. Так она приезжала отсыпаться в вашу квартиру с мамой, а ваша мама-то и не говорила? Нет. Че еще развалилась? Она вообще хотела нас отделить, но как бы ее это не устраивало. А зачем? Тогда отделись, значит, работать надо. А потом она, наверное, думала, раз ты с мамой живешь, значит, мама пусть и готовит. Ребят, ну надо что-то придумывать. Вам с куповиной уже с мамой в 40 лет живете, надо тоже разрывать. Вы хороший парень. А со здоровьем у вас все в порядке? Да, не жалуюсь. Да вы это можете не жаловаться, а женщины как? Не жалуете? Ласковые? Да. У вас машина в кредит или не в кредит? В кредите. Хорошо, у меня нет машины и у меня нет кредита. Так что я спокоен, сны вижу. Ну, во всяком случае, не бомж, есть что делить, есть где жить, уже и слава богу. Есть какие-то вопросы к Максиму? Ну вот если вы найдете свою вторую половинку, да, вот. А почему не вы? Ну, или я, да, там, грубо говоря, буду. То как вы будете жилищный вопрос решать? С мамой так дальше будем продолжать жить? К вам поедем. Или к нам поедем, или разменивать будем. К вам поедем. А, к нам поедем? Да. Это я его агитирую, потому что надо от мамы. Можете вы к нам приехать. У нас в город красивый вообще. Ну, с мамой, да. У вас такая профессия, что вы везде себя найдете. Сварщик везде себя найдет. Я считаю, что это вот ровно... Вот в рельсе там варить. Да, ровно те специальности, которые везде востребованы. Не пьет, не курит. Да нет, хороший парень, видный, красавчик, и дети будут красивые. Тоже вот такое лицо средней полосы России. Максим, очень важный вопрос. У нашей героини уже есть дочь, и она говорит, что пока прямо быстро, искрометно, в ближайшее время рожать второго ребенка не собирается. Но уже есть доченька. То есть вы готовы принять ребенка как своего? Вы как отнесетесь к этому? Да, нормально. Думаю, если у них с Максимом что-то сложится, то Максим сумеет ее уговорить завести второго ребенка, так как у Максима еще детей нет. Максим, а что, может сюрприз? Давайте. Пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Всё, что есть, за тебя я готова отдать. Ребят, вот гуляем свадьбу, не хуже, чем у других называется. Поэтому, солнце моё, молодец, обожает деревенские дискотеки. Круче никто ещё пока ничего не придумал. Всё, проходите, мы вас будем обсуждать. Молодцы. Ну, слава Богу, здорово, нормально. Честно, я вам хочу сказать, хороший парень, поверьте мне, хороший парень, если его в хорошие руки, редкий, во-первых, не пьёт, во-вторых, работяга, он симпатичный. Послушайте, его приодеть, его приодеть, на нём будет, правда, приодеть, и опять на те же грабли. От любых, его просто, знаете, он хороший человек, поэтому с мамой живёт. Его надо как-то уже к маме приезжать, маме помогать, но его нужно забрать, либо разменять. То есть здесь нужна, конечно, мудрая женщина, которая скажет, так, хоре, так жить, 40 лет, Максик. И отчим будет прекрасно, и отец будет хорош. Вот вы мне поверьте. Танцевать, единственное, она говорит, я не умею танцевать. Ну, всё, ты её научишь танцевать, это нормально. Я про тебя замолвливался. Будете ко мне приходить на танцевать? Ну, будем, чё. Приходите. Вот он для женщины, которая настрадалась, намучилась. За все годы от любви. Вот поверьте мне. А я знаю, почему в ней сцепилась та учительница. Потому что она понимала, что как, что с ним можно. Он хороший, да, с ним можно. И она села на шею, свесила ноги, считала, что можно всё, но невозможно. Даже с хорошим человеком всё равно нужно знать свою границу. Даже такой робкий человек однажды скажет, нет, мне нужна всё-таки женщина. Ну как, всю неделю она где-то там работала, приезжала на выходные, там высыпалась с барами. Аж какое терпение надо иметь в мужику-то, чтобы вот это терпеть. Так что присмотритесь. Ну, вам-то понравился? Знаете, такие... Ну, конечно, хочется и росточком, чтобы повыше было. Постели, во-первых, все одинаковые. Одевать, отчего он неплохо одет. Зато никто не на него и глаз смотреть не будет. Не задал постель, главное, чтобы вот всё остальное, как говорится. Поэтому даже не морочься. Вовремя пришёл, вовремя ушёл. Как там, когда туда вышел? Немножко было, да. Было, да. Не скрою, да. Давай поженимся теперь ваше мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Второй жених готовится к свиданию с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Екатерина. Встречайте второго жениха. Удачи. Здравствуйте, Екатерина. Этот букет для вас. Спасибо. Надеюсь на приятное знакомство. Давайте пообщаемся. Давайте. Спасибо, проходите. Николай, 37 лет. Владелец мастерской по изготовлению вытяжек. Играет в бильярд, ходит в баню, коллекционирует марки. Мечтает стать владельцем завода. Предупреждает, что любит поспать после обеда. После рождения ребёнка супруга Николая засела в социальных сетях и вскоре нашла ему там замену. Надеется, что Екатерина будет хранить верность в браке. Здравствуйте. Здравствуйте. Цветочки подарить? А. Спасибо. Это вам. Ну как он тебе, Волк? Нормально, ты же порежешь цветами. А до женитьбы и рождения ребёнка вы знали, что ваша жена заядлая интернетчица? Нет. Ну, может быть, вы уходили на работу, а ей делать было нечего? Ну, что ребёнок маленький, грудной накормила, прибралась. Как с маленьким ребёнком нечего делать? Василис, ну вдруг? Вот вдруг ей нечего бы. Вот у неё ребёнок не капризничал, если не просил и не писал. Ну, как бы да. Делать по дому ничего не надо. А как вы стали замечать? Ну вот что, она как-то менялась. Я не знаю, вы приходили, она даже от компьютера голову не отрывала. Она не замечала вас, ничего не делала по дому. Что происходило? Не, ну вначале был телефон. Компьютера поначалу не было. Просто телефонные звонки, смс там. Ну, то есть, а с кем она общалась? Как вы считаете, с подружками? С подружками, да. Ну, то есть, не изменяла вам? Думаю, нет. Духоль, ну ладно, ну может быть, ну и пусть бы. Но я не верю, что она при маленьком ребёнке прямо пять часов... А что, она много надо взяла коляску и ушла. И куда она там ушла, поди, знай. Видишь, у тебя нет детей, у него тоже уже есть свой ребёнок. Он успел, я. Ну, может быть, у вас просто такая фобия? Не любите звонки? Ну, подружки звонят, значит, она хорошая подруга, есть с кем общаться, она бы востребована была. Ну, в принципе, я не против, пусть общается. Тогда в чём дело? Что она? Может быть, по дому что-то не успевала? Не выполняла своих прямых... Ну да, не выполняла и ссылалась на то, что ей некогда. Что не рука устала, она целый день из-за мыслила. Да, просто... Мы не говорили, а ты прикрути трубку к уху, ходи, говори, и сама три-три готовь. Нет, было такое наушник, да. Она готовит и тут же разговаривает. И вас это тоже раздражало? Нет, когда всё делается, меня ничего не раздражает. Но когда, блин, она отвлекается и ничего не делается... А вот что, например, вот вы приходите с работы, садитесь на диван и смотрите, делает она всё или нет? Вот отвлеклась, отвлеклась, ну-ка давай... И она опять... Нет, я прихожу с работы, да. А как это происходило? Вот вы приходите с работы, а она что? Она, значит, открывает дверь с телефоном, вот. Я, ну ладно, сейчас пять минут закончат разговор и как бы займётся тем, чем надо заниматься. Сижу, включил телевизор, как бы смотрю, ну смотрю, дело не двигается. Ну, проходит 20 минут, я говорю, ну может ты обед там, ну как бы начнёшь делать? А, у меня муж пришёл, сейчас я обед надо накормить. То есть самостоятельного понимания этого не было? Не было. Ну, очень тяжело. А однажды вы проснулись в 3 часа ночи? Проснулся, да, ну как, проснулся чисто по нужде, так скажем, вот. И смотрю за дверью разговор, значит, на кухне, вот. Ну, постоял пять минут. И выяснилось, с кем разговаривали? Мне пяти минут хватило, да. С подругой? Нет, не с подругой. Ну, потом была отмазка такая, что с подругой. Нет, она у неё даже, этот возлюбленный мог в телефоне быть вбит, как Надя или Валя. Я считаю, что это нехорошо, потому что уже когда сложившиеся отношения, нельзя строить какие-то параллельные отношения. Может быть, вы в принципе такой ревнивец? Не, я просто люблю, как бы, чтобы всё было правильно. Нет, ну мне кажется, что муж... Сколько вы с ней прожили? Шесть. Шесть лет? Да. Сейчас сколько ребёнку? Будет девять. Видитесь? Слышимся. А почему так? В Норильске. Она? С детём. А вы? В Кропоткине. А почему уехали? Она в том году вышла замуж. А-а-а. Я узнал об этом 1 сентября, когда пришёл на линейку в школу, где к ребёнку. А ребёнка нет? Нет, ребёнок есть. Она мне говорит, ты знаешь, я, говорит, вышла замуж, мы сегодня вечером уезжаем, я уже документы со школы забрала, я уже поменяла фамилию, я уже билеты на руках. А ребёнок тоже поменяла? Нет, ребёнок под моей фамилией. А сейчас разговариваете с ребёнком? Конечно, разговариваю, я жду его летом, он приедет. Может быть, вы заколебали её просто вот этим, не звонили, разговаривали? Да нет, просто он женился на пустоголовой девице, которая понравилась, произвела на него впечатление, а потом от своей пустоголовости маялась и всё. Вот Николай сейчас сам это признаёт. Мужчины же влюбляются в красивую оболочку, им не приходит в голову проверить, она его покормит обедом или ужином, а потом старая как моя история. А вот, знаете, а мне, вот в анкете вы написали, что дом строите, да не просто дом, трёхэтажный. У нас вот все приходят, говорят, строим, да это, вот, а пойди проверить, докажи потом, строит, не строит, а потом претензит со стороны невест. Мужчины первый канал в командировке раз в месяц отправляет, вот называется. А почему тебя-то, я проверочная. Проверочная, и вот Роза прямо, знаешь, по адресам. А у нас не будет героев иностранцев, я бы съездила на проверку куда-нибудь. Да. Значит, по стране, по правилам. Я лежу. Ты только можешь сюда, к звёздам улететь, чтобы там проверить. А есть доказательства. Что вы говорите? Да. Мне нравится жених, первый жених, который доказательства принёс. Правильно, уважаю. Давай. Можем это всё дело посмотреть на экране. Давай посмотрим. Вот кухня, здесь кофе, и поднимаемся наверх. Смотрите уровень. Здесь, значит, планируется кухня, островок, стол с коктурами, вот, потолок уже готов, полослистка. Здесь будет ванная, здесь же желание дымка. Здесь планируется ложа. Вот эти короба делал я. Всё, чтобы у вас готовность. Аплодисменты. 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 37 лет вам, да? Да. А где домик-то у вас? В городе. Ага. А далеко ли от Москвы? Далековато. Ага. 1200 километров. Может, мне тоже домик нужен. Чё ж у нас старости лет-то. Николай, вы русский? Ну, метис. А кто у вас ещё есть? Гречанка мама. Мама гречанка? Катюша, а зачем это вам муж нужен, который в тихий час спит, а? Вам всё, наверное, помоложе надо, правильно? А, кстати, как у вас со зрением? Вопрос не пустяшный. У вас всё в порядке со зрением или есть сложности? Я просто читала в одной очень старой, можно сказать, древней книге, что спать после обеда – это терять зрение. Вообще, к потере зрения. Представляешь? Я ни разу это правила. Я сама бы с удовольствием бы этой традицией пользовалась, но я вот боюсь. Да ты спит, жалко, что ли? Нет, вот как показывает пример Михаилович, всё в порядке. А мой спит утром, в обед, после обеда, вечером. А если, например, он не работает, он может целый день у телевизора проспать. А если... Главное, чтобы путь был в руке. И как со зрением у него? Со зрением у него не только совсем прекрасно, всё время с пультом. А зимой... А если потихоньку вот так вытаскиваешь, он говорит, что ты, что-то выключил, я же смотрю. Говорит, что ты храп везде. А зимой в печку не впадает, нет? Да, у него круглогодичная. Любит грешных поспать, любит. Катюш, как вам мужчина после обеда спящая? Да и хорошо, вы хоть отдохнёт, с подружками потребитесь. Главное, чтобы дома спал, на своей подружке, правильно? Да, чтобы дома спал. А то он начинается уже, это волосы-то теряет. Это от работы. А на затылке и от чужих подушек, да? Не надо, пускай. Дом построить, пускай. Хорошо, Коль, сюрприз покажите. А, сюрприз, значит, видео есть. Тогда давайте посмотрим экран. У нас готовы три составляющие нашего сюрприза. Сейчас мы их начнём круглить. Дальше получится у нас замкнутые отружности. И дальше будем их соединять уже в общее целое. Смотрим, дальше наблюдаем весь процесс. У нас получилось три части. Сейчас эти три части будут соединяться вот так. Дальше уже будет вот так. Из донышки. И подарок готов. Какой молодец. И теперь вручаю вам... Вы теперь... Представляешь, что у него в подвале работа, то есть всегда спустилась на первом этаже. Вы теперь являетесь обладательницей мини-банка. Спасибо большое. Для бюджета. Смотри, проверила на работе, что он там делает. И получку сама ему будешь давать. Все в свою комнату, проходите. Спасибо, молодец. Да. Очень здорово. Прорвались. Ну что, девчонки, скажешь ты, Наташа? Николай мне больше понравился, так как нет уже жилищных таких проблем. Еще бы. Как у Максима. Целустремленный. Нет, а потом посмотри, какой молодец работяга. На первом этаже расположил мастерская. То есть всегда. Ну, я считаю, что такому можно в обед поспать. Хороший, хороший. Помнишь Покровские ворота, где Савва Игнатьевич все время что-то точил в домах. Да, да, да. Не мешайте, я работаю с автором. Как тебе жених? Да жалко отдавать. Кстати, на телевизоре, на экране, они как-то все крупнее выглядят. На самом деле они такие миниатюрные даже, я бы сказала. Если мужчины этого склада, такие яркие, огненные, влюбляются, они для женщины расстилаются, конечно. Но у него сейчас период затиши. Я боюсь, что он сейчас не в том состоянии, чтобы прям ярко влюбиться. И для вас нужен мужчина, но действительно не то, чтобы попроще, в нем нет какой-то особенной сложности. Он вспыльчивый, скажем прямо. Здесь мы этого не увидели. Он гневливый даже временами. А вам нужен человек, который себя лучше умеет держать в руках, чем Николай. Наверное, это неплохая пара. Она ему когда с один раз загнев-то ремнем вдоль спины? Посмотри на руки в боке. Ой, Ларис, если бы так было всегда. Ну пусть Николай не переживает. Нет, я считаю, что может получиться, но Николаю бы тоже себя научиться чуть больше контролировать в отношениях. Было бы неплохо. Ну если наша Катенька проигнорирует, то на наш сайт двое.тв мы там ему быстренько невесту найдем. Катюш, с третьим женихом будете знакомиться? Конечно. Ну так проходите. Привет, меня зовут Сергей. Очень рад знакомству. Давайте пообщаемся. Надеюсь, что... Спасибо. Спасибо. Сергей, 36 лет. Инженер-конструктор в проектной организации. Играет на гитаре. Посещает архитектурные выставки. Ездит на экскурсии по России. Мечтает о собственной жилплощади. Предупреждает, что он очень стеснительный. Когда Сергей решил сделать предложение своей возлюбленной, она ему отказалась, сказав, что уже замужем. Надеется, что у Екатерины нет никаких секретов. Сереж, вы смотрите, ведь получилось-то как. Ведь когда вас познакомили, она не была замужем? Или обманывала? Ну... Была, но... Была, но... Но не очень. Поступилась со мной не честно, да. Была не очень, поэтому готова была, так сказать, объятие и для других мужчин... Раскрыть. Раскрыть, да. Но были близкие отношения? Вы любовниками были? Ну, она позволяла показать, проявить свои чувства, но, к сожалению, в последнее время вообще не показало, что все же она решила выбрать... Мужа? Да. То есть вы в какое-то время в любовниках у нее побыли, а потом она вам сказала, нет, останусь с мужем. Ну, знаете, типичная история. То ли совсем странная девушка была, то ли он не смог ей ничего дать, кроме выставок. Почему такой стеснительный? Кто у вас родители? По образованию, по профессии инженеры. Тоже инженеры, да? Мама с папой всю жизнь вместе, наверное? Да. А братья и сестры есть или вы один? Младшая сестра есть. Сколько ей? 35. А, вы по годке, да? Скажите, и она тоже стеснительная? Ну, отчасти... Ну, это вот родители. Скромность украшает человека, слово серебро-молчание золото, ты лучше промолчить и сразу подумай. А сестра замужем? Нет, не замужем. Тоже не замужем. Ну, это родители. Это родители, которые шаг вправо-влево... Ну, это еще и знак водолея, мощная вообще выделенная воздушная стихия. Вы очень часто, люди этого типа, погрязаете в теориях, когда практики еще не накопилось, но люди предпочитают теоретизировать, долго фантазируют над тем, каков образ возлюбленного, как человек под него подходит, не подходит. А в результате этой теории практика упускается. Вам нужно срочно начинать, срочно было начинать встречаться с девушками, не говорю, со всеми подряд, но особенно не проявлять... Василиса, я же тоже водолей, но я понимаю, что там индивидуальные какие-то... Ты другого склада. У тебя смесь воздуха и земли в гороскопе, тебя Тельцовская луна восходящая. А, значит, у меня такая сермяжно-практичность. Теория-теория, но дело-делать надо. Катюш, вот смотрите, Сереж, у Кати дочка. Вас же не пугает брак с женщиной, у которой уже есть ребенок? Или пугает? Ну, к сожалению, сложно. Не готов к ответственности принять... Что-что? Не готов к ответственности. Да и родители нам скажут, Сереж, ты у нас еще вон жених. Они же и 70-летним бабулям с вами говорят. Слушайте, ну если вы в 36 лет не готовы к ответственности, дорогой мой водолей, то я не знаю, когда вы будете готовы. А я вот думаю, когда же у вас, собственно, жилплощадь будет, когда вы, о которой вы мечтаете? Это какая? А сейчас где живете? С родителями. С родителями. Ну, у вас нет такого в практике, допустим, сказать, мам, пап, идите в кино, потому что сегодня ко мне Люся придет с ночевкой. Нет? Такого нет. Вы можете, допустим, у вас есть ключ в двери? Да. Родители стучат, прежде чем зайти к вам в вашу комнату? Вот я, например, стучу своим детям с рождения буквально. Вот стало им года по три, я никогда без стука не зайду. Моя мама стучится, мой муж стучится. Ну, мы так друг к другу относим. Мало ли что ты там в то время деньги считаешь, правильно? Заначку. Ну, на мой взгляд, Катерине не очень подходит такой жених. А вот на территорию к невесте поедете? Но если девушка решит, вы будете из всех потянуть. Не понял. Если девушка решит... Вот послушайте, вот я тебе хочу сказать, вот в моем вкусе всегда были мужчины, которые не ручки целуют, а анекдоты рассказывают, знаешь, любимец публики, для всех прелесть. Нет? А вот сидит вот такой вот, я раз к нему, за ручкой-то. Говорю, пойдем, милый, не бойся. Я тебя не больно. Чис, и ты уже на небесах. Вот мне, например, интересно разгадать вот такого мужчину, как Сережа, ну, во много раз, чем весельчака Балагура. Послушайте, там же столько всего за этим. А мама? Ну, стесняйся, от мамы вчера нужно было уже забирать. Так детей не хочет. Детей не хочет. Кто его спросит? Он не заметит, что там дети. А какой сюрприз? Сюрприз актуальный. Подготовил песню, есть только миг между прошлым и будущим, который тоже рассказывает Ира. Это правда. Это вот правда. Это действительно вот между прошлым и будущим только миг. Поэтому нужно в этот миг оторваться, Сереж. Отрывайтесь, проходите, радуйте нас. Аплодисменты. 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 Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь. Видимо, его будущую избранницу помимо выставок ждут еще и фестивали бардовских песен. Пусть этот миг долетит со столетиям, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, не гомоним. Ну, чуть-чуть волновался, но с собой главное... Спасибо, дорогой. Спасибо вам огромное. Спасибо, Сереженька. Проходите в свою комнату. Между прочим, неплохо сыграл. А это его версия. Вот это его собственная мелодия. Вот как хочет, так и пусть и поет. Понимаешь? Главное со смыслом. И премикновенно. Хороший парень. Просто родители бывают правильные, бывают неправильные. Вот, поэтому... Хорош, что он хорош, ну как дитё малое. Понимаешь? Это же мужа брат послушный. Это вот единственное. Скажешь, стой, стоит. Скажешь, лежи, лежи. Откуда ты знаешь? Не надо. Ну, мне так... Человек стеснительный. Во-первых, ребят, это ты в телевизоре 6 лет. И чё? А вот взять любого человека с улицы. А я ничего не говорю. И при дитой он тоже будет сидеть и трестить. У нас вот сколько невест приходили. Хочу говорить, муж подкаблучненько. Вот. Пожалуйста. Екатерина, я должна сказать, что никаким образом вам Сергей не подходит. И вам нужен мужчина образа Дева, в стиле Дева, а он Водолей. Эти два знака в несоединении, как говорят астрологи. Между ними нет и конфликта, но они просто друг друга не видят. То есть, Розе, за твоего Серёгу замуж не выйти? Никогда? Никогда. Да. Ну, я думаю, что ты и раньше это могла понимать. В общем, в принципе, как-то. Да очень надо было. Это тоже не мотивация. В общем, одним словом, я не могу его никак рекомендовать. Но я хочу самому Сергею сказать, что вот это слово, это сложно, его нужно забыть. В жизни много что сложно. Если вы скромны, если вы за собой это знаете, дерзайте. Воспитывайте в себе какую-то другую силу, работайте над собой. Не погрязайте в своих собственных каких-то комплексах. Человек должен себя за волосы, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать из этого болота. Может, мне курсы открыть месячные? Он за месяц, знаешь, как придёт сюда с ключами вот так. А, слушай, мне кажется, нам давно вообще по-русски на колени посадят. Вот мне просто вот таких вот мужчин и женщин на перевес питания, да за месяц они уже. Екатерина, мне очень понравилось. Если решить зайти в мою комнату, то обязательно выйду. Вы, девочки, пока посоветуйтесь. А мы через несколько минут вернёмся в эту студию и узнаем, в какую из комнат пошла наша невеста. Только Николай, если ты пойдёшь куда-то. Только Николай. На вторую? Да, да. Да, потому что Максим, он хороший парень, но его надо вести по жизни. Постоянно так вот, мне кажется, за ручку. Последнее то же самое. Хоть ты и сильная женщина, инициативная, но зачем? Ты сама хочешь, чтобы тебя кто-то вёл уже наконец-то. Ну, а Николай поведёт? Вот, посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что скажете? Не хочу. Квахшенке. Почему? Не знаю, не ёкнула. Наташ? Я бы посоветовала только Николая. На самом деле. Ну, он хороший молодой человек, но... Нет, подожди, дядечка. Что значит у тебя там не ёкнула? Искры не пробежала между нами. Вы что, с ума сошла, что ли? Правда. Ты что, забыла, откуда приехала? Нет, не забыла. С детём? С работой кассиршей? И что, у тебя прям там к женихе, прям это, у кассы стоят все, да? Выходи замуж, выходи замуж. Так девка просидишь вообще. Кать, я когда выходила за Игорем, мне тоже подружки все говорили. Ой, да, да, да. Дети подружки сейчас. А я замужем, у нас ребёнок. И я счастливая. Вы знаете, иногда стоит действительно заглянуть в свой паспорт, как я маме моей когда сказала, я говорю, так он же некрасивый. Она говорит, ну так у нас только ты одна красивая. В паспорт свой загляни, будешь потом кусать локти. И я вам это скажу. Это совершенно так оно и есть. Уже на четвёртом десятке нужно включать голову. Я всё-таки за Максима. Вот нравится мне такой тип мужчин. И ласковый будет. И научить, чего надо. Камасутру умейте почитать в конце концов. Ой, я думаю, он такой затейник. Затейник. Что он делает в долгие зимние вечера? Он её только и читает. Он за волк. Конечно. Это он тебя сейчас скорее научит. Потому что тебе не до Камасутры. Только берёшь уже от усталости спать. А он там проштудировал всё, что нужно. Как, Максим, понравилось тебе, Катя? Катя, если она зайдёт в комнату, ты выйдешь за ней? Выйду. Она сразила тебя просто на повал. Вам земные мужчины подходят больше всего. И у нас один земной, Максим. Я бы советовала его. Если хотите, выбирайте и Николая тоже. Но учитывайте все вот эти качества, о которых я сказала. И такую некоторую гневливость. И он увлекающаяся натурой. Не в смысле измен. А вот тут уже полюбит, не полюбит фортуна лотерея. Называется. А у Максима нет детей. К своим годам. Хорошая профессия, гибкая. Вас никто не понуждает выходить завтра замуж. Но выбрать, пообщаться, может быть, съездить друг к другу, присмотреться. Я считаю, что нужно с Максимом. А скажите, пожалуйста, вы ловите рыбу? Нет? А вот я ловлю. Правда, у меня не очень получается. Я у мужа на подхвате. Но нашим зрителям точно будет интересно узнать, как будут обстоять дела с ловлей рыбы на июнь 2014 года. Я это знаю, поэтому вот специально этот прогноз приготовил. Ой, какая ты ловля, спасибо тебе. Братик мой, прям прилипай сейчас к телевизору. Ну, опытные рыбаки знают, что вообще качество улова зависит не только от времени суток или от погоды, но и от солнечно-лунного календаря. И если мы заглянем в календарь луноход, нам станет понятно, что самые клевые с точки зрения рыбы дни, нет, не всегда, когда луна растет, там особенные лунные дни. Вот в июне эти лунные дни с 1 по 6 июня и с 19 по 22 июня. Так что, дорогие мои хозяйки, если вдруг ваш муж в другие дни пришел с большим уловом, я бы задалась вопросом, где он его взял. Но это скорее шутка. Вообще говорят, что каждая порода рыб и в своем крае ловится по-разному. И поэтому, рыбаки, наблюдайте, пожалуйста, за луной, будьте внимательны к природе родного края, и вы точно будете знать, когда и чего поймаете. Вот это спасибо, вот это угодило. Проходите, проходите. Четвертая комната, если хотите куковать с чужими мужьями, временной, потом стариться одной и быть злюкой. Либо вот трое женихов прекрасных. К одному из них вы сейчас же прямо можете пройти. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Гаухар. 28 лет. Номер 3416. Начальник юридического отдела. Любит танцевать и кататься на коньках. Гордится дипломом об огончании музыкальной школы. Предупреждает, что чрезмерно серьезно и иногда опаздывает. Мечтает расплатиться с ипотекой и познакомиться с высоким блондином. Ясна Веринея. 25 лет. Номер 3417. По образованию дизайнер интерьера. Работает стилистом и мастером маникюра. Поздно ложится спать и любит есть на ночь. Выйдет замуж за красивого и высокого брюнета, не обремененного детьми и бывшими женами. Мы не знаем, выйдет Екатерина одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите. Давайте ее поддержим. Здравствуйте. Еще раз. Давай пообщаемся. Да, давайте. Чаю попьем. Однозначно. У нас есть пара Екатерина и Николай. Если вы одиноки, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Спасибо. Поднимите руку женщины, которая хочет выйти замуж за бедного и скитаться по чужим углам. Ну, я такая девушка активная. Мне охота было на аэробику, на танец в вода пойти, там немножко потрястись все равно. Да ладно. Насчет здоровья можно поспорить. А почему женщина не должна быть инфантильная? Женщина имеет на это право. Хуже, когда инфантильный мужчина. То есть он свою ответственность сделал и на вас переложил. Вот так вот хитрая иногда судьба тасуется. Для меня это шок. Все честно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok